В ответ можно совершить это преступление в отношении этих людей, понимаете? То есть ты можешь им ответить, тем, что они сделали тебе. Кто для тебя больший враг? Кадыров или путинская власть? С кем бы ты нашел общий язык, а с кем нет? Что бы ни случилось, с предателями ни переговоров не ведут, с ними не договариваются, с ними не союзничают, с ними даже после того, как с врагом у тебя все, допустим, наладилось, вот этот предатель, который перешел на его сторону, он все равно продолжает быть презренным предателем. Ненависти у нас к нему нет, мы не хотим, не желаем ему никакого возмездия, ничего плохого, но видеть его с собой рядом, пожать ему руку, допустим, предположить, что он был бы там тренером или учителем для наших детей, допустим, мы не хотим. У нас вот к этому человеку, к этой личности какое-то презрение. Тунсо, а как ты понимаешь слова? Воюйте с ними так, как воюют с вами они, но не приступайте. Басаев эти слова как-то произнес в интервью с Бабицким. Я их понимаю так, как делали Тавсиры, ученые. Здесь как раз вопрос в том, что многие, к сожалению, те, кто приступают, они их неправильно поняли. Ведь в этом аяте ясно сказано, воюйте с ними так, как они воюют с вами. С ними. С кем? С теми, кто с вами воюет. И вот это вот очень важное правило. Воюют только с теми, кто с тобой воюет. Не воюют с мирными людьми, которые с тобой не воюют, с ними не воюют. Вот это очень важное непонимание многих, к сожалению, этого аята из Бурана. Нельзя, если с тобой воюют и совершают какое-то преступление, то в ответ можно совершить это преступление в отношении этих людей, понимаете? То есть ты можешь им ответить, тем, что они сделали тебе, но ты не можешь пойти и совершенно ни в чем не повинным людям сделать какое-то зло, и потом сказать, что я им, вот этим вот товарищам ответил, это не они тебе сделали, это они, вот им ответь тем же самым, а они ни в чем не повинным людям. Зачем Эльдогану перемирие между РФ и Украиной? Зачем вообще всему миру сейчас нужен мир в Украине? Потому что война в Украине, она влияет на весь этот мир. Глобализация, которая произошла, происходила на протяжении почти века, она привела к тому, что вот такая вот ситуация, она выводит из привычного ритма весь этот мир. Она влияет на весь этот мир. Кто бы мог подумать, что война России и Украины приведет к голоду каких-то там африканских странах или Ближнем Востоке. Я, наверное, какие-то вовлеченные в тему люди там, да, эксперты какие-то могли еще это предположить, но в целом мы навряд ли мы вообще, когда эта история начиналась, мы не думали, что какие-то последствия коснутся африканские страны. Многие даже эксперты понятия не имели, насколько это отразится даже на жизни европейцев. Здесь тоже очень серьезно как бы происходят процессы такие, что там к зиме возможно будут какие-то трудности, то есть эти поставки газа, нефти, очень много, в общем, таких тем, на которые это все влияет. Первое время, когда началась война, здесь в Европе опустили магазины, пропало подсолнечное масло. То есть не было подсолнечного масла в супермаркетах. То есть мир, по крайней мере Европа внезапно осознала, среднестатистический житель Европы узнал, что оказывается практически все подсолнечное масло шло с Украины. И война эти поставки перебила. То есть вот это вот, какой интерес, всему миру сейчас интересно, чтобы этой войны там не было. Чтобы нормально, как бы дальше, в условиях этой глобализации жить, как обычно. То есть эти страны, их правительство, они, какая-то концепция развития там, у них она долгоиграющая стратегия. На 10 лет, на 5 лет. У них есть определенные планы. И мы же понимаем, что все эти планы сейчас пошли кое-куда из-за этой войны. Нужно все корректировать, переделывать. А Эрдоган, он видите, он стал такой ключевой фигурой в этой войне. Он такой ключевой посредник. С помощью Турции сегодня решаются глобальные вопросы вывоза зерна. То есть Эрдоган, он использует эту свою возможность. Но это очень важно. Многие бы хотели быть вот такими ключевыми фигурами в этих событиях. И на самом деле это такое стремление, к чему многие страны стремятся. И когда у тебя есть такая возможность, то, конечно, ты ее не опускаешь. И в этом смысле вот многие, например, в Украине или вообще как-то следящие за войной, имеющие правильные убеждения, то есть понимающие, что Россия агрессор, они хотят, чтобы Турция выступила, однозначно выступила на стороне Украины, ввела санкции против России, значит и все. Но по факту от этого не выиграет ни Украина, ни мир. То есть какая-то страна посредничающая, она нужна. И в этом смысле Турция, Эрдоган, он нужен. И его нужно как раз сохранить вот в этом контексте посредника. Благодаря этому посредничеству решаются сегодня глобальные вопросы. Саламу алейкум, брат, что думаешь насчет коллективной ответственности? Украинский народ перекидывает всю вину Путина на весь русский народ, и не только российские оппозиционеры не согласны с этим. Алейкум асалам. Но украинцам сейчас, простительно, любая эмоциональность, любые жесткие высказывания, они сейчас должны быть поняты россиянами. Это люди, которые хоронят в режиме онлайн своих граждан, своих родственников, детей, родителей. И вот после очередного захоронения, когда они приходят и очень жестко высказываются, к этому нужно относиться с пониманием. Другое дело, что когда европейские лидеры и так далее, это может как-то обсуждаться, оставиться под сомнение. А вот к украинцам никаких вопросов быть не может. И мне непонятно, когда там, знаете, начинают копошиться в словах. Вот раньше сказал так, а сейчас вот говорите так. Что бы сейчас они ни говорили, сейчас это им простительно. Кто для тебя больший враг? Кадыров или путинская власть? С кем бы ты нашел общий язык, а с кем нет? Во-первых, Кадыров это неотъемлемая часть путинской власти. Это неправильный поставленный вопрос. Здесь, наверное, правильнее было бы сказать, кто для тебя больше враг, Кадыров или Путин. Я считаю, что Кадырова, его вообще нужно обязательно, даже когда мы его упоминаем как врага, нужно приставку делать, что это предатель. Вот Путин, он враг. Понимаете, чем отличается предатель, враг-предатель от врага? Тем, что с врагом с ним договариваются, с ним ведут переговоры. Враг в какой-то момент может перестать быть врагом и стать даже твоим союзником, партнером. Примеров в этом мире просто полно. Даже здесь, в Европе, эти страны в недавнем прошлом были врагами друг друга. Воевали, убивали, миллионами друг друга. Убивали сегодня вообще союзники. Поэтому враг это такой человек или государство, личность, группа, с которыми сегодня мы враждуем. Очень жестко враждуем. Но завтра мы можем прям очень сильно сблизиться. Простить друг другу все то, что было, или перешагнуть и, значит, быть союзниками. А вот с предателями так нельзя. Это очень важное правило. Что бы ни случилось, с предателями ни переговоров не ведут. С ними не договариваются, с ними не союзничают. С ними даже после того, как с врагом у тебя все, допустим, наладилось, вот этот предатель, который перешел на его сторону, он все равно продолжает быть презренным предателем. 220 лет назад олимпийский чемпион по вольной борьбе Сагит Муртазалиев в ходе конфликта получил ножевое ранение, но в ответ вылетел и стрелять Макарова и застрелил двух чеченцев, в твоем мнении об этом. Этот конфликт же урегулировали. Его, по-моему, при посредничестве Кадырова они там как-то его урегулировали. Насколько мне известно, я могу какие-то подробности, конечно, не знать. Но, по крайней мере, так об этом говорили, что этот вопрос решен. И за это очень благодарен был Сагит Муртазалиев Кадырову, что за то, что тот решил этот вопрос. Ну, то есть, кровную месть как бы простили. То есть, его простили, его обязались не убивать. Такая у меня была информация. Но, может быть, она либо не полностью соответствует действительности, либо вообще не соответствует. Может, это просто на время. Не знаю, в общем. Ну, я как-то воздерживаюсь от версий. То есть, это диверсия, это удар какими-то беспилотниками, ракетами и так далее. Я не знаю. На кадрах, распространяемых оттуда, не видно, чтобы там что-то летало и прилетало туда. Ну, и никто об этом не говорил, по крайней мере. Поэтому, я не знаю, как это могло произойти. Я думаю, со временем эта информация появится. Но, однозначно понятно, что сами по себе эти взрывы не произошли. Те версии, которые распространяют российские пропагандисты, что-то кто-то там не там покурил. Ну, понятно, что это не соответствует действительности. Поэтому, да, мы немножко пошутили на эту тему. Говорят, что хлопки это не взрывы, это просто хлопки. Очень громкие просто. А так, ну, разумеется, в этом однозначно, у этого есть украинское авторство, я думаю. Томсо, какая разница между Буденовском 95-го года и Бесланом 2004-го? Заметил Буденовску, ты хорошо относишься, но не к Беслану. Для меня лично и то, и другое было необходимо для спасения нашего народа. Какая разница? Разница огромная, разница в намерении. Буденовск была операцией, которая, когда выезжала диверсионная группа, они не планировали ни вообще ехать в Буденовск, ни тем более брать какую-то больницу, брать заложников, вообще нет. Они ехали, как признавался сам Басаев, в Минводы, чтобы оттуда, значит, до Москвы добраться. То есть там вообще планы были такие очень серьезные. То есть Буденовск произошел вопреки их планам. То есть их туда, по сути, привезли. И там уже люди действовали по ситуации. Беслан, к сожалению, это совершенно другое. Там целенаправленный захват заложники детей, захват школы. Поэтому это, конечно же, здесь вообще нельзя ставить знак равенства между этими двумя актами. А что касается сказанного того, и было необходимо для спасения нашего народа. Это вообще удивительное высказывание. Каким образом Беслан спас наш народ? Беслан не спас, но Буденовск спас. Мужайды делали то, что в их силах. Если захват больницы ради своего народа для нас плохо, то к Буденовскому мы должны относиться отрицательно в любом случае. Ну тогда ты противоречишь сам себе. Ты же сам говоришь, что Беслан не спас. Значит, это уже совершенно другой акт. Буденовск, там, где люди действуют, импровизируют, грубо говоря, в результате каких-то действий, предпринятых врагом, и там, где целенаправленно совершается акт агрессии в отношении мирного объекта, да еще тем более мирного объекта с детьми, это совершенно разные как бы два акта. Выбрать Масхадова президентом была большая ошибка. Хотя я был недоволен Басаевым, но я знал, что он мог взять на себя ответственность, имел амбиции и не дал бы другим создавать группы или банды. Вы знаете, сейчас вот так вот задним числом рассуждать, то есть моделировать ситуацию. Это очень сомнительное занятие. Можно точно говорить про ошибки. Допустим, в прошлом, если совершена ошибка, у нее были какие-то последствия, то можно сказать, что если бы вот этого ошибки мы не сделали, то можно было бы избежать ошибок. Хотя, опять-таки, это все, конечно же, дела предопределения. Может быть, даже не так, наверное, правильно будет сказать. Правильно будет сказать, что это ошибка, которую совершать нельзя в будущем. Без того, чтобы говорить, как было бы. Все происходит по предопределению. Но моделировать, что если бы мы там сделали бы вот так, то было бы вот так, это уже как бы вообще моделирование того, о чем у нас нет знания. Поэтому навряд ли мы можем вот так рассуждать, если бы мы выбрали тогда другого и так далее. То, что сами выборы вообще не стоило делать, я с этим согласен. Потому что по Конституции у нас на тот момент был президент, законно вступивший в эту должность как вице-президент. Поэтому в этом плане да. Но видите, здесь есть сторонники и обратного, так как эти выборы были признаны во всем мире. То есть это тоже как бы очень позитивный момент в нашей истории. В общем, здесь очень много таких за и против. Томсо, как относишься к лицемерам? Отвращение или ненависть? Первое, это отвращение, конечно же. Презрение, даже вот так, наверное. Не отвращение, а презрение первое. Ненависть, она возникает уже в результате их каких-то действий. То есть само по себе предательство, вот чувак там перешел на ту сторону, допустим, какая к нему ненависть, к нему презрение. А если он далее уже там что-то начинает творить, то ты уже к этому презрению у тебя прибавляется уже. Ну так первое, это конечно же презрение. Это, наверное, это самое такое низкое, что может совершить человек это предательство. Саваб Томсо, Сазан, встретился с Талибаном, проект Америки. А как быть с Дустумом, который сбежал в Узбекистан от талибов, конечно. Ведь он был братом для Кадырова, что будем делать с Дустумом? Ну это очередной пример лицемерия кадыровской политики. Сначала мы критикуем Турцию, Эрдогана и угрожаем тем, что мы улицу имени Абдуллаха Аджалана, один из основателей вот этой рабочей партии Курдистана, признанный террористом по Турции и отбывающий пожизненное наказание в турецкой тюрьме. Сначала это, а потом на тебя, я там кулара пообщался, меня пригласили, там все нормально. Здесь то же самое. Талибы, террористы. Как он их только не называл, когда вот эти все процессы начались в Афгане. Сейчас уже, видите, дорогие братья, что-то встречаются. Здесь, конечно, вопросы и к талибам тоже есть. Но мы воздержимся и пока не будем их озвучивать. Устрада. Саламу алейкум, Тумсо. Допускаешь ли ты Джамбулату обещали помощь какая-то скрытая сила, но они не готовы помочь? Если государство будет изначально шариатским, может, они сказали им потом все исправите? Уаалейкум ассалям. Я бы не хотел делать каких-то предположений. Если что-то подобное есть, то надо, наверное, это озвучить. Ненависть это месть за испытанный страх. Слушай, ну не обязательно. Почему именно за страх? Ненависть это когда кто-то что-то сделал, и это вызывает у нас вот эти вот эмоции, когда мы хотим немедленного возмездия за вот это действие. Причем это действие не обязательно должно быть связано с нами. То есть непосредственно нам, может быть, он чего-то плохого не сделал, но вот он что-то плохое сделал, я не знаю, ребенку, собачке. И мы вот, бывает этот момент, у всех у вас, наверное, это был, когда вы смотрите какое-нибудь отвратительное видео, где издеваются, допустим, над собакой. И ты испытываешь это чувство ненависти к этому человеку, когда ты хочешь немедленного возмездия, чтобы вот прямо здесь и сейчас его за это наказали. Поэтому я бы сказал так, что ненависть это то чувство, которое именно возникает в результате какого-то вот именно плохого, какого-то акта, когда этот человек что-то сделал. А презрение, оно, то есть что-то плохое, когда этот человек именно сделал. А презрение, это когда человек может быть в своей основе, он даже мог закон не нарушить, но у нас к нему презрение возникнет в результате его каких-то там действий, которые просто противоречат нашему пониманию этого мира. То есть ненависти у нас к нему нет, мы не хотим, не желаем ему никакого возмездия, ничего плохого, но видеть его с собой рядом, там пожать ему руку, допустим, предположить, что он был бы там тренером или учителем для наших детей, допустим, мы не хотим. У нас вот к этому человеку, к этой личности какое-то презрение. Но ненависти нет. Бывший Гурон, Тумсо, я просто привел цитату, Джордж Бернард Шоу, цитата, ненависть, месть, труса за испытанный им страх. Бывший Гурон, я тебя понял, но мы же можем с ним не согласиться, с этим, как ты его назвал, Джорджем Бернард Шоу. Давай не согласимся с ним. Субтитры создавал DimaTorzok